здравствуйте друзья сегодня нам согласилась дать интервью александра которая уехала обучаться в чехию и осталась там насовсем сегодня расскажет нам свою удивительную историю а также скажет о жизни в чехии и о тонкости поступления в вуз александра здравствуй расскажи немножечко о себе ну что мне было лет 18 я решила что нужно ездить поехать в чехию учиться куда-нибудь за границу так как в россии я учиться не хотела абсолютно я уехала сколько там получается 9 лет жизни это почти пол моей жизни в россии закончила работала сейчас у меня есть семья уже сын муж вот так я даже не знаю что еще рассказать смотри тут все было очень просто наверное я не хотела учиться именно в какой-то из стран европы я хотела именно в определенный вуз skoda авто мне хотелось именно автомобильная так как у нас в россии такого нету вообще абсолютно и здесь не обучают на продажи на торговлю или на производство автомобильное то я выбрала ну чехия раз там skoda значит чехия но я знаю что ты свой путь начала с языковых курсов почему именно так расскажи немного подробнее о процессе ну смотри тут тоже получилось очень смешно сначала мы хотели с моими родителями на обыкновенные курсы чешского языка где нету дополнительных предметов есть только чешский язык и так как я проживала в архангельске там чешского языка не было в помине никто не преподавал не было репетиторов курсов или еще чего то то есть я не знала его абсолютно и приехала в чехию уже на курсы именно от skoda от университета то есть я поступать в skoda ехала и при этом там же были эти курсы но они были не только чешского а со второго семестра начинались дополнительные предметы как математика экономика права в общем чтобы нас хоть в эту среду как-то погрузить чтобы мы поняли как мы будем обучаться на этом языке вот так я так понимаю у вас этот частный негосударственный и стипендий у тебя не было да обучение оплачивала самостоятельно до обучение оплачивала самостоятельно курсы были кстати на удивление самыми дешевыми из всех которые были в чехии на тот момент хотя это было при университете да с разными предметами плюсом и единственное что там с первого курса ты получаешь там чуть-чуть стипендии на проживание то есть например можешь ее тратить на общежитие еду на что-нибудь такое то то есть на обучение там не хватит абсолютно очень сильно то есть организация там очень крутая ты выбираешь абсолютно все что ты хочешь у тебя есть ты в семестр можешь взять допустим от шести предметов ты выбрал шесть предметов и выбираешь какой преподаватель у тебя будет какое время ты будешь ходить на пары в какой день то есть полностью свое расписание ты делаешь сам себе под себя там нет групп там нет я не знаю правда это или нет в россии что у каждой группы есть какой-то президент группы или еще что-то такое подобное там такого нету то есть там каждый сам за себя и все общаются будь то первокурсник будь то уже на четвертом курсе все общаются то есть обучение там классная и когда ты приходишь на лекцию на пару ты слушаешь преподавателя ты ему смотришь в рот потому что интересно рассказывать мало кто умеет и даже учитывая что-то на чешском языке ну это фантастически по-другому не сказать предоставлялась ли обучение на других языках или исключительно на чешском да ты имеешь право если ты хочешь полноценно учиться на английском языке это можешь выбрать программу на английском языке но она слегка дороже так как это частный вуз а если ты учишься на чешском языке ты можешь дополнительно выбирать два-три предмета в семестр на английском языке и обучаться на английском спокойно, вот те, которые ты выбрал, предметы. Ты проживала в общежитии или снимала квартиру? Да, было с этим очень интересно. Сначала я снимала общежитие, когда училась на курсах, было одно общежитие. Но находилась очень далеко от университета. И через год я переехала в другое общежитие. И там условия были намного лучше, и в основном жили чешские студенты, не русскоязычные. И это было интереснее тем, что ты общаешься, практикуешь язык, он тебе нужен, как ни крути. А потом в Шкоде, как и в любых других вузах в Чехии или в Германии, без разницы, там есть обязательная практика. И обязательная практика, ты проходишь ее, тебе, конечно, какую-то копеечку платят, но ты можешь проживать в бесплатном общежитии, который тебе оплачивает Шкода. Вот так. Я и так, и так, и так. У меня по-разному было. То есть, смотрите, друзья, сколько преимуществ в Чехии, в чешском вузе образования, несмотря на то, что частный вуз. Получается, когда я только приехала, то есть, когда ты приезжаешь, ты подписываешь договор, и у тебя там будет одна цена, она не будет повышаться абсолютно. И на тот момент за один семестр я платила, сейчас я скажу, 75 тысяч рублей. Это получается 9 лет назад. Даже, наверное, меньше, потому что курс был другой тогда. Если в кронах, то 25 тысяч крон я платила. То есть, это было на тот момент тысячи евро. А сейчас оно дорожает с каждым годом где-то на тысячу, на две тысячи. То есть, сейчас он где-то 29-30 стоит семестр в кронах. То есть, уже дороже. Какие документы тебе были необходимы для поступления? Изначально у тебя было зачисление в языковую школу, да? Какой пакет документов ты собирала? В «Шкоду» было все просто, наверное, именно на курсы, потому что там от тебя требовалось только закончить школу, разумеется, получить аттестат. Ты должна его была принести им в переведенном виде с заверением. Потом, самое главное, это выписка из школы с оценками и с часами за четыре последние года. Английский язык? Сдача любого теста оксфордского или, не знаю, Ельц, Тоффел, все что угодно на английский язык, чтобы уровень был не ниже B2, потому что будет проходить именно чешского языка на английском. Это, в принципе, все документы. Ну, виза. Там, визу уже делаешь по тем документам, которые тебе присылают сами курсы. Ты получила визу с первого раза, да? Да, да, с первого раза никаких проблем, я подала. И мне сказали, три месяца будет готовиться, но приготовилась она быстрее, за два, наверное, месяца. и я съездила в Питер, получила и улетела практически сразу. Ну, то есть твоя иммиграция в Чехию, в принципе, происходила достаточно легко, да? Да, единственное, что когда ты получаешь визу, все должны знать, что они выборочно могут проводить собеседование, на которое я попала. На это собеседование с консулом, который задавал вопросы тоже, почему Шкода, почему Чехия, почему Автомобильная, все что угодно. И нужно, конечно, отвечать на эти вопросы правильно, и когда задают вопрос, хотите ли вы остаться в Чехии на ПМЖ, но тут отвечать да, не рекомендуется. Собеседование проходилось на чешском языке? Нет, консул чех знал русский язык, и так, да, поняла. Скажи, в ВУЗе какие были основные специальности? Их было три, когда я приехала, их было три. Это была экономика и торговля в одном, потом была экономика и производство, и третья была экономика и финансы. Их было три. Саш, скажи, пожалуйста, сколько уходило у тебя трат в месяц, да, сколько нужно для жизни студенту в Чехии? Тут все-таки зависит от того, будет ли студент проживать в общежитии. Если в общежитии, то не так много, как казалось бы. Все думают, что в Европе очень дорого жить. На самом деле та же самая еда, общежитие, общежитие, да, ты заплатишь 15 тысяч рублей, но у тебя будет абсолютно все. Ты можешь выбрать жить один, а можешь жить вдвоем, например. То есть на общежитии это будет в районе 15 тысяч рублей. За продукты я тратила, наверное, не больше 10 тысяч рублей на тот момент. То есть тогда еще курс был более-менее адекватный, и тогда я приблизительно так тратила. А так на развлекаловки, на все, что вот сходить, кафешки, концерты, кино, тоже не очень дорого. Все в пределах разумного, и не так дорого получается. То есть если родители отправляют ребенка, то вряд ли он, конечно, первый год будет ходить по ресторанам, кафешкам, скорее будет учиться. Да, а уж на второй год, когда он уже выйдет куда-нибудь подработать, не будет никакой проблемы, он сам себе в общежитии будет оплачивать. Кстати, вот тебе сопутствующий вопрос, да, как обстоит дело с подработкой во время обучения? Разрешено это или нет? Как вообще справляются с этим студенты? Ну, на курсах это не совсем разрешено, потому что на курсах есть лимит по часам в неделю, сколько ты можешь работать. А уже когда выходишь на студенческую именно визу, то есть с первого курса, ты можешь подрабатывать, это в Чехии называется бригада, куда угодно можешь пойти, тебя возьмут, главное, чтобы у тебя все документы, разумеется, были в порядке, никаких проблем с ними не было, и тебя возьмут, и будешь ты, наверное, зарабатывать в месяц, ну, если не соврать, плюс-минус 15 тысяч крон, по нынешнему курсу это 45 тысяч рублей, немало. Да, отлично, а как обстоит дело с пропусками? С пропусками именно пар, лекций, лекции, ты можешь как бы не ходить на некоторые, вообще можешь их пропускать и на них не ходить, на какие-то это обязательно, все зависит от преподавателя, если он сказал, что ходить, значит, ты ходишь, если сказал, ну, как бы по желанию, можете ходить, можете не ходить, вся доступная информация о лекциях у тебя есть в личном кабинете, пожалуйста, можешь так учить. На пары все сложнее, на парах на некоторых больше трех пропусков и как бы ты не допущен, потом будешь к заданию, да, к заданию, да, но это у некоторых, это мало у каких предметов, а так, в принципе, в дозволенности такой, ну, там есть дозволенность, можно ходить, можно не ходить, такое есть, но лучше ходить, по себе знаю, я тоже первый семестр не ходила, глупо, как на тебе это отразилось? Ну, очень плохо, учитывая, что в первый семестр у меня был провальный, очень провальный, я много чего не сдала, и это отразилось тем, что мое обучение как бы сдвинулось на год вперед из-за того, что вот я вот в первом, единственном семестре решила погулять. Вот там систематическое, систематическую не сдачу экзаменационных тестов, экзаменов, что грозит? У тебя есть три попытки на каждый предмет, то есть три раза не сдала, если все проваливаешь, если все проваливаешь, этот предмет переносится на следующий семестр, это только в частном вузе, только в частном. А если государственный, до свидания, домой. У тебя есть возможность, ты можешь в один семестр максимум не сдать два предмета, у тебя есть такая возможность, и их ты можешь перенести на следующий семестр. Но если ты сдаешь больше, чем, не сдаешь, больше, чем два предмета, ты на вылет, все, без разговоров. скажи, пожалуйста, мы затронули тему, но чуть поподробнее, после того, как ты получила диплом, точнее, даже до, предоставляет практика рабочая, и можно ли потом остаться у этого работодателя, и, соответственно, сменить свой статус, и остаться дальше в стране? Да, у меня немножко чуть-чуть по-другому получилось. У меня была сначала одна обязательная рабочая практика, я проходила ее на Шкоде. Она длится полгода, то есть один семестр, это обязательно. Далее, если вы друг другу понравитесь, то, конечно, пожалуйста, можешь остаться, и за тобой даже могут место придержать, чтобы ты пришла к ним потом уже полноценно работать после получения диплома. Продолжение следует...